доброго времени суток мы вчера прикупили холодильник bosch сейчас мы сделаем видео обзор на этот холодильник расскажем первое впечатление от увиденного марка модели сейчас я вас фокусирую bosch холодильника у него есть у меня есть сразу ряд небольших замечаний которых я правда обнаружил только дома сейчас мы откроем холодильник и увидим увидим мы в холодильнике большую и изморозь вот такую стоит у нас температура на 4 очки как в рекомендации в паспортной книжке написано так у нас и стоит и намерзает намерзает вот это у нас была тайка сделана где-то частом у назад мы снова поставили на четверку один раз открыли дверь чтобы убрать градусник и один раз чтобы проверить температуру температура приблизительно соответствует как мы видим сейчас сфокусируем как мы видим приблизительно температура соответствует четверки такое я в первый раз сталкиваюсь чтоб такая большая изморозь образовывалась да она стекает по стоку у меня тоже есть ряд претензий я ни на одном холодильнике такого не сравнивал сейчас мы переведем холодильник в режим 8 градусов и дальнейшем увидим как происходит оттайка теперь по поводу задней стенки что касается задней стенки радиатором хиленький вот перевели холодильник в режим 8 градусов компрессор отключился так как температура в нем ниже 8 градусов радиатор так сделан хиленько защиты никакой нету трубки тоненькие самые пошли у нас недочеты по компрессору попробую сфокусировать вот все места спая они окислившие если эти места не зачистить и не обработать то впоследствии возможно прокоррозирует до микротрещины либо до большой дырки если будет микротрещина что получится у нас уйдет хладаген на хладаген тут изобутан это не фреон я кстати никогда не сталкивался так по форумам полазал по форумам полазал в америке вообще он запрещен он взрывоопасен я бы честно говоря не производил бы такие компрессора с таким хладагентом дальше смотрим вот эта трубочка в окислившие эта трубочка окислившие эти соединения окислившие и вот где капилляр очка все тоже окислившие еще один ряд замечаний отсутствует крепежный болт компрессора компрессор закреплен на два болта по диагонали если есть отверстие значит должны быть болты это косяк завода дальше смотрим вот если сюда смотрим вот мы на ширину ножки ножка колесико не от этого холодильника она уже оба более легкой модели теперь я наведу вот это вот колесико и мы видим что она более широкая дальше при предыдущей оттайки сделано у них вот здесь вот сейчас фокусируем да ничего тут конечно не видно но вот в общем расклад у них вот так вот более-менее расклад у них такой сделан желобок сделан желобок сделан желобок для стока воды по которому вот у них должна вода стекать во первых во отверстие посмотрите какое большое и скорее всего этот конденсат и задает этого отверстия потому что туда просто проходит теплый воздух да она вроде удобно можно посмотреть как засоривается вода как не засориваются но все-таки когда трубка она спущена книжек пол и мне кажется через трубку так не засасывать не будет теплый воздух и тут же теплый воздух будет уходить от радиатора охлаждения дальше было такое замечание у меня как вот при предыдущей атаке сейчас может подождем увидим либо я включу еще раз камеру конденсат капельки были на самом радиаторе и соответственно они падали мимо лотка каким это образом мне просто самому хочется интересно посмотреть но подождем где-то минут через 30 оттайка будет пока вот тому пока видим пока мы не видим видим только капельки начинают мне это на самом деле самому интересно посмотреть то будет то будет так что касается по холодильнику пока мы его оставляем за ним наблюдаем ну что касается дальнейшей работы я в комментариях напишу ниже если сломается то напишу под комментарием под текстом что он сломался так конечно да вроде марка bosch должна выбирала супруга холодильник вроде как бы она должна внушать доверие но на самом деле как-то это bosch питерской сборке железо я думаю это серсталевская все к железу претензий нету все оцинковано все покрашено но как-то все равно ожидался уровень побольше замечание другое то касается у нас оттайки не знаю сработает сейчас не сработает дверьку приоткроем посмотрим нет не сработала оттайка вообще в описании было написано тут лампочка обычная лампочка накаливания и уже на светодиодах не заменишь так как по описаниям когда я читал там было написано что в случае если приоткрыли дверьку и уже горит свет и либо наоборот при закрытии дверьки горит лампочкой не тухнет то это в это время проходит оттайка то есть лампочка нагревает помещение я понимаю так я никогда с таким конечно не сталкивался и маленький недочет по морозилке не буду уже открывать ее там верхняя полка это не ящик это полка в действительности мы выбирали через интернет магазин было не видно но это полка не ящик не выдвигается это очень неудобно и когда выбирали в магазине у них наличие не было продавец меня обманул управление электромеханическое я бы конечно выбрал бы чисто механическая вот верхняя часть это не выдвижная полка это просто полка это не лоток это плохо на самом деле это не очень удобно я считаю уже нет смысла полки делать в морозилках если возможно сделать лоток ну что ж давайте понаблюдаем дальше вот происходит оттаивание холодильника и сток воды что я вам говорил это вот сейчас попробую еще надо найти трубка и вот как вы видите вот про такой я горил конденсат вода попадает на радиатор и потом с радиатора да вот я сейчас наведу вот это капля и потом с радиатора она уже падает просто на пол почему это так не рассчитанно я пока сказать не могу как это исправить это можно конечно заколхозить каким-нибудь самодельным щитком правда это все неудобно но к бошу у меня есть очень большое замечание я такой продукции от него не ожидал теперь еще раз объективно пробежим по холодильнику если ценить его по пятибалльной шкале снимаю одну звезду за то что очень сильно намерзает я так никогда нигде столько конденсата не видел я видел в холодильнике если забивала трубки то в течение года корка льда могла покрываться раза три ну в месяц месяц месяца за два за три вот так примерно на чтоб такого за часы работы так покрывалась я не видел дальше звезду снимаю за все вот эти за все вот эти спа и за все окисление звезду снимаю и снимаю звезду за отсутствие крепежного элемента то есть по пятибалльной шкале минус три звезды холодильник зарабатывает честную оценку двойку да это в принципе честно адекватная оценка потому что если пройтись по капризам спая нет окисления окисление потом разрушит металл то есть хладагент уйдет если пройтись по крепежному элементу по крепежному элементу если положено прикручивать на четыре болта значит делают четыре отверстия здесь только по диагонали мне с той стороны вам не показать но с той стороны отсутствует болт здесь только по диагонали на два болта сделано но и по сборке как раз вот тоже вот колесико это не от этой модели она уже то есть под нагрузку меньшую тоже неправильно и конечно честно осознанно и заработанная этим производителем минус звезда это за такой ужасный конденсат при температуре в четыре градуса внутри холодильного отделения но вот судите сами сами делайте себе выбор я снял видео отзыв за качество извиняюсь камера у меня не профессионально подписывайтесь ставьте лайки кому не нравится дизлайки до свидания